Ну что, как и обещал, сегодня холодный осенний денёк, когда не хочется выходить из дома, мы будем тестировать стиральный порошок от Фаберлик. Вот такая вот упаковочка 800 граммов. В конце видео покажу крупным планом все надписи, что там спереди, что сзади. Что мы будем с помощью неё стирать? Вот такую вот тряпочку микрофибровую, которой, между прочим, я протирал чуть ли не двигатель. От автомобиля, то есть она в грязи, в пятнах от моторного масла. Вот, естественно, она предварительно была немножко промыта и высушена. Значит, дальше это у нас будут жуткие пятна, разводы плесени, такие вот на шапочке. Причём их хлоркой уже не удалось вывести. Ну и такая классика носочки. Ну вот. Белые, но грязные. И небольшие, едва заметные взгляду пятна на рубашке. Вот они вот здесь такие небольшие пятнышка и вот здесь вот. То есть такое задание. Ну и ещё остальное менее грязное бельё для кучи положим. Якобы этот порошок концентрированный и, соответственно, потребуется всего лишь ложка этого порошка. И потом я вам покажу, что получилось. Ну, для чистоты эксперимента, да, наверное, один какой-нибудь носочек оставил, да, в стороне. Вот два носочка. Вот видите, да. Соответственно, вот один носочек отложу. И потом посмотрим, сравним. Упаковка казалась какая-то непрочная. Здесь она уже была с небольшой дырочкой. Хорошо, что много не высыпалось. Тест на натуральность. Будет ли шиншилла... Как-то реагировать на этот порошок. Шиншилла? Шиншилла что-то убежала. Ну, она вообще от всего убегает, конечно. Но стиральный-то порошок ты будешь? Натуральный порошок? Понюхай. Ну, понюхай. Ну, шиши. Ну, так. Что-то как-то он не впечатлился. Есть, конечно, он его не стал. Скрываем упаковочку. Ну, причем желательно это сделать так, чтобы оно потом не просыпалось в больших количествах. А то у меня жена все время за это ругает. В общем, как-то скрывая порошки, что их неудобно засыпать, приходится... Моя мама их после этого постоянно зачем-то какие-то пакетики заворачивает. Ну, не только порошки от Фаберлик. Вот, пока открываю, скажу, что масса этого порошка всего лишь 800 граммов. Вот, то есть он просто в разы дороже, чем порошки в магазинах. Причем порошки в магазинах, они часто вот... Тот же Procter & Gamble, у которого есть три стиральных порошка, это дешевый миф, средний ценовой категории Type и типа дорогой Ариэль. Вот, и на все из них они делают скидки там 40-60 процентов. Вот, консистенция такая. Сейчас мы ложечкой возьмем и засыпем. Вот, возьмем такую ложечку с небольшой горочкой столовую и засыпаем в нашу видавшую виду машинку Electrolux вот такое небольшое количество этого порошка. И засыпаем, точнее закладываем все это белье. Ну вот, немножко для теста положим. Много у нас не скапливается. Вот, соседи стучат уже. Хватит снимать тест про порошки и фабиры. Так, ну и стираем на 40 градусов, да? Ну или мы хотим типа отстирать пятна, наверное, да, можно на 60 все это белое белье постирать. Ну, не будем сокращенный цикл стирки, пускай все это долго стирается, выполаскивается все это дополнительно. Вот, и закрываем верху и стираем. Ну, чтобы просто у меня потом не говорили, что, дескать, на 40 градусов хоть не отстиралось, вот, мы поставили 60. И полный цикл стирки это будет стираться. Ждем 2 часа. Стирка завершилась. Вот, смотрим на результат. Три носочка постирали, один не стирали. Все-таки остаточная грязь, какая-то темнота осталась, то есть нужно еще отбеливать носочки. тряпочку, которую мы протирали машину, двигатель, моторные масла, в общем, пятна эти не оттирались. Здесь стирали, напомню, при температуре 60 градусов, 2 часа. Ну, вот, в общем, конечно... Что порекомендуете? Делать эту тряпочку, выкинуть, не тратить время, да? Тем более, что по акции в Ашане сейчас в честь 30-ти какого-то там или 20-летия Ашана, или 16-ти шевелетия, по 17 рублей тряпочки. То есть смысл переводить порошок такой на эту тряпки смысла, наверное, нет. Собственно говоря, то были пятна с изнанки, а это вот с лицевой стороны те же пятна. Пятно на рукаве не отстиралось. Вторые легкие пятнышки отстирались от масла. Среди положительных свойств можно отметить отсутствие запаха после стирки. Белье пахнет именно бельем, то есть от душ никаких вонючих нет. Пятна на шапочке вот эта плесень не отстиралась, но запах противный, который чувствовался, когда надеваешь ее на голову, практически исчез. То есть, вот считаю, если вы хотите избавиться именно от запахов неприятных, то да, этот порошок помогает их устранить и не замаскировать. Пятна от пота не отстирались. То есть такая желтизна есть. Вот тут вот на контрасте она хорошо видна, да? В общем, по составу порошки для цветного белья и для белого отличаются незначительно, то есть в порошке для белого белья есть еще некий отбеливатель. Вот. Парочка еще ингредиентов. Вот. А в цветном белье, так как его не нужно отбеливать, там и от их двух трех ингредиентов нету. В остальном состав порошков идентичен. Сейчас вот как раз у меня стирается цветное белье. В общем, я бы рекомендовал покупать самый дешевый порошок, но при стирке тщательно выполаскивать белье, чтобы вся вот эта вот вредная химия из него исчезала. Вот. И если вы не готовы переплачивать переплачивать сотни рублей за какой-то там экологичный, да, то покупайте самые дешевые порошки со скидками, по акциям и так далее. В общем, не совсем оправдал ожидания этот порошок фиберлейк за исключением того, что может быть хорошо, что он без запаха. Но посмотрим, что будет с бельем после того, как оно высохнет. Может быть, это какой-то сорбент, он здесь все абсорбировал, потом снова запах вернется. Спасибо за внимание. Если у вас какие-то вопросы, комментарии там, то пишите под этим видео. Буду отвечать на наши вопросы.